Всем привет! Сегодня я буду делать вот такие вот пасхальные пряники с помощью универсальных рамочек форм. Они удобны под различные картинки, также под различные надписи. Вот в этой форме я буду делать сегодня зайку с яйцом. Вот такой трафарет у меня. А вот в этой форме, тоже универсальной, я буду делать зайку в конвертике. Эти формы можно использовать как картинки, надписи, то, что подходит, пожалуйста, вот видите, с надписью, тоже хорошо подойдет. Все формы от любимого.ком, все ссылочки я оставлю в описании. Теперь я с помощью аэрографа из золотого кондурина я делаю контур такой небольшой, придаю торжественность прянику. Кондурина, напоминаю, я развожу спиртом. Спирт быстро испаряется и, соответственно, никаких неразводов, ничего не происходит. Кондурина обязательно я беру очень плотный. Теперь с помощью айсинга, которым я буду делать конвертик у зайки, я его разбавляю немножко водой и с помощью кисти растушевываю. Делаю как бы заднюю часть конверта, то есть придаю объем. У меня объемность получится потом. Смотрится очень интересно и фактурно. Теперь вот с помощью этого айсинга я делаю ушки, внутренней части ушек. И с помощью уже другого цвета, сиреневого, я делаю яйцо у зайчика. Теперь я его немножко просушу, чтобы в дальнейшем я смогла уже заливать детали. С помощью кисточки убираю излишние какие-то неровности. У другого зайки делаю мордочку. Просто заливаю ее равномерно и даю немножко подсохнуть. Далее я делаю ушки. Также кисточкой подправляю, чтобы мне было удобнее. Вот видите, уже зайка получается такой, как бы внутри конвертика объемно выходит. И теперь вот с помощью вот этого айсинга я сделала конвертик. У другого зайки также все расписываю. Тельце, ушки, лапки, тельце. Теперь тельце у нас идет. Кисточкой подправляю, где что-то мне не нравится. Немножко даю просыхать деталям, чтобы появился какой-либо объем. Вот тут я немножко тоже подправлю, чтобы не было сильных переходов. Теперь, помните, цветочки, которые я делала на 8 марта, они у меня остались и очень кстати. Их также классно можно использовать в декоре. Вот так я их делаю, украшая яйцо. И теперь уже с помощью пищевых красителей, у меня это черный, я начинаю расписывать зайчиков. Я здесь немножко добавляю белого, то есть такой контур у меня не совсем черный, а такой более темный, серый, наверное. Не хотела сильно такого четкого делать. Зайчики очень простые, но получились довольно милые и интересные. Также со вторым зайчиком все так же обвожу. Вот видите, какой получился зайка в конвертике. Также им сделаю румянчики еще. Румянчики я делаю просто немножко, обвожу розовым, а потом кисточку смачиваю водой и растушевываю, чтобы получился такой нежный-нежный цвет. Всем спасибо за внимание. Появятся вопросы, задавайте в комментариях. Пока!